здравствуйте девочки мы сегодня в примерочной и чем им примеряем верхнюю одежду музыки здесь нету но что-то гремит я подозреваю что это обогреватель или кондиционер прям так вот и тут я не знаю мешает вам или нет я сегодня не в лучшем своем виде поэтому я такая звезда экрана грето гард в темных очках все давайте будем примерять не будем рассмотреть на мальчик на то что я проверяю и у меня здесь все у меня и плащ есть и куртка и пальто и пуховика вот это вот пальто рубашка в общем поехали у нас сегодня сначала мы начали с такой плащ очень большой он прямо очень большой мне понравился по-моему товарищ мне понравился ткань она такая жалкая знаете ну такой легкий совсем на теплую осень и наверно буду показывать вертикально потому что горизонтально плохо значит длинные рукава он весь очень большой значит под пояс он идет карманы и как я уже сказала 2 вот таких вот разрезов в боках сзади ничего нету здесь вот такая вот это вот кукетка вот такой вот он длины плащ симпатичный я должна сказать что он не плохо смотрится но он что-то очень уверсайз прямо очень уверсайз и в принципе такой хороший базовый цвет стоит он недолго недорого долларов 75 я сейчас посмотрю покажу вам что за размер состав я не буду вам показывать девочки вы понимаете что это не не хлопок не лен и ничего такого это я члены но выглядит он вполне себе даже презентабельно а между прочим у него есть в составе 70 процентов используйте так пренебрежительно там синтетика синтетика подкладка полиэстер а вот эту самая ткань видите 76 процентов из козы но пока на ощупь такая даже натуральненько он такой очень легенький да это было 80 долларов конечно мне нужно думать потому что очень очень большой прям огромный сзади вот он вот такой просто складка и больше ничего в нем нету но хороший цвет песочек так курточка авиатор я вам не буду себя показывать здесь потому что мне здесь просто в колпутке тайцы куртки ничего 115 долларов она стоит дорогая я считаю что это дорого для члены на мне размер ларч и вот как видите она довольно большая вот она на мне совершенно нормально так вот день вот застегивать но вот она бы нам не застегнулась мне не очень нравится вот эти вот большие пряжки внизу они такие вообще она довольно тяжелая но она вся вот видите вся на маху сделаны и плохо выглядит хотя конечно дерматинчик видно чувствуется и опять же размер ларч довольно довольно объемно довольно большая большая на мне тонкий свитер но она прям свободная но короткая ведь это ларчи она не прикроет вам ничего у вас пятая . замерзла с ней а сверху этот весь мех так ну вот она вся в меху марши размер 115 долларов что еще про нее сказать что она довольно теплая но короткая и это чуть-чуть она была подлиннее чтобы хотя бы прикрывала задницу и это принципе ларчит она не маленького размера ну и вот эти вот мне не нравится ну и вообще дерматин такой вот сам вот этот вот этот барашек даже как-то похож на натуральный чуть-чуть а сама вот это вот ну прям такой знаете прям такой дерматин с дивана и содрали на куртку и на куртку сшили так очень красивое пальто прикол с ним состоит в том что я его они были смог и экстра ларч я взяла смог подумав что я как-нибудь ну наверное влезу на ли там открытую большую придя сейчас пример что я обнаружил что я по ошибке схватила экстрасмол и подумал ну все конечно но всем хочу сказать она мне практически хорошо смол было бы лучше если учитывать что допустим я надену толстый свитер какой-то даже в принципе экстрасмол мне в принципе нормально мне в нем единственное что не нравится это плечи чуть-чуть бы они какое-то плечо подставили потому что плечики такие покатые ну смотря для кого мне плохо у меня плечи свои очень покатые и маленькие то есть мне вот пальто желательно было бы иметь какое-то плечо потому что как-то странно выглядит девушка со своими широкими плечами то она вполне себе в него него войдет и ей будет удобно и хорошо она мне как-то сверху и такая маленькая а сверху и такая побольше так сниму вам его чтобы видели но я хочу сказать что она симпатичная цвет красивый качестве такой знаете мне кажется что она не скатается потому что она из такого вы знаете сделано как будто участия на вешалку повешу здесь так темно можем как будто я не знаю такой цвет свет а еще в темных очках вот почему вот я хочу сказать что она принципе выглядит неплохо хороший хороший цвет хорошее качество выглядит сшито хорошо неплохое пальто так что у нас тут составу полиэстер полиэстер 85 долларов видите это экстрасмол ну вот я вам хотела показать ткань видите она такая рубчика и такая ну как будто бы как будто бы не не выглядит как будто бы как будто бы что она скатаются знаете нету никакого мухра на нем уже ну вот эти плечики какие-то вешалка такая маленькая они в общем то как-то выглядят не очень ну вот такой знаете хороший воротник в общем неплохой так это плей то размер large ведь я от экстрасмол до large мне все подходит я прям не знаю что как это будто перчевая девочка так что хочу сказать хочу сказать что она хорошо сделано хорошо шито здесь у него две кнопки можно сказать что она мне немножко великого все-таки как-то собирается но в принципе вполне себе нормально у него как-то странно ведь это для пояса шлевки пришиты раз два раз два обычная одна вот есть одна пара шлевок на на по бокам а здесь видите вот еще еще при зачем вот карманы по большой воротник отложен сейчас я в расстегнув так сниму сначала в виде какой на длины вот что мне нравится в чинем у них пальто нормальной длины не каких-то безумно длинные не до пола не до 5 вполне себе даже такой удобоваримой длины удобный я в общем-то маломерка вид 60 и мне как всегда вот эта проблема у меня лично все всем не длинная значит расстегивается она вот так развязывается и здесь у него две кнопки и таки вот кнопочку и вот кнопочка мне немножко это как бы то я здесь низковато я подобралась принципе завязала ну по большому счету мне надо чтобы была талия повыше если был бы меньше размер это лавч может быть было бы талия больше на месте пояса не а здесь знаете сложно вот эти вот шлюпки не как бы не это самое порой пришивать их это целый такой вот протяжка немножко шинель так что здесь так гремит я как будто в самолете нахожусь слава богу тихо в примерочных вокруг никто не громыхает продавцы не ржут не орут нет у меня опять какой-то вертолет надо какой-то пропеллер я не знаю что это так гремит а как это их вентилятор вентиляция какая-то не всегда все с шумовым оформлением все мои виды вот видите такой хороший хороший серый цвет и тоже мне кажется она не скатается какая приятная ткань ну все полиэстер конечно значит 75 долларов она стоит размер large но хочу сказать слышать что я хочу сказать за 75 долларов пальто с подкладкой нормально и не знаю ну как бы если выполнять на селе так вообще можно долларов за 40 наверно 50 выкупить и чтобы она довольно хорошо сшито аккуратно красиво сидит вы на себя его надеваете никто вообще даже не скажет что это нормальная совершенно пальто ну да они шерсть ну а где сейчас шерсть даже вот вы видели в этом я примеряла виникло 30 процентов было шерсти 180 долларов манга 30 процентов 6 2 шерсти 280 долларов и без подкладки ну вот зачем отдавать на 200 долларов лишних платить за 30 процентов шерсти девочки не за шерстяной за 30 процентов шерсти вы заплатите на 200 долларов дороже в манга чем смысл я не знаю я не считаю что это оправданно так пухловик мы с вами примеряем внешне он мне нравится но это размер медиум и он очень большой сейчас я его завяжу посмотрим как он будет завязан вот так вот он выглядит не раз мне не завязанный просто есть вы видите довольно большой значит на этикетке написано что у него наполнитель мы сейчас проверим если это правда потому что написали пух перо возможно что имеется виду пух перо не не сто процентов положили там капнули пуха с пером и все остальное синтепон вот он довольно длинный довольно длинный неплохой цвет неплохая прострочка мне нравится длинный рукав мне как всегда конечно у него нет капюшона видите века такой вот резиночка покажу не хватает на капюшона потому что пуховиках у нас в канаде обязательно но обязательно из капюшон потому что когда холодно так вы укутываетесь полностью но я хочу сказать вам что не пуховик на холодный холод он хоть и пух перо написано опять сейчас проверим он довольно тонкий а тонкий самый холод даже с натуральным наполнителем в нем холод так вот я его завязала на поясе и он довольно такой объемный балки такой делать из него в начале наверно мне нужно было бы смог потому что идем очень больше я его развяжу все таки он на кнопках не на фуговицах не на замке ну в общем сейчас посмотрим пух перу действительно и пух и перо вот я даже нашла на русском что 80 процентов пункт 20 процентов пера я вам хочу сказать девочки кстати это то что я вам манго вещала помните чтобы найти состав вот на всех языках вот такая вот вот мелко 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 тома тома написаны и так мелко что я в очках с трудом разбираю что здесь написано почему это надо так делать я не понимаю и посмотрите какие какие тома прямо библиотека что хотелось сказать действительно она пух перо стоит она не дешево относительно 175 долларов 174.99 размер медиум ну да видите здесь везде они гордо гордо пишут что это пух перо она довольно тонкая и вот я начала видеть вот воротничок я начал говорить про капюшон что например в канаде такой пальто на самый холод вы все равно не будете его носить потому что она тонкая и в принципе в нем сильный мороз будет холодно поэтому отсутствие капюшона в принципе это как бы недостаток с одной стороны ну вот если дождь какой-то такой со снегом то неприятно а вот смысле утепление капюшонка для утепления то это пальто не на самые сильные холода даже при том что у него натуральный наполнитель решила я приметит пальто-рубашку в клетку это large ну вот она мне нормально небольшое не маленькая в принципе я вам хочу слышу вообще вообще не не понимаю пальто ваших я знаю что они вошли очень модно и стали очень модно какое-то время и все носили все шили и члены в прошлом году здесь был завешенными и другие масс-маркеты и честно говоря он стоит тоже 75 долларов я лучше куплю вот такое пальто за эти деньги или вот такое пальто за эти деньги но это на мой вкус тетеньки понимаете может молодежи больше нравится вот такой молодежь вот такой пальто не захочет она захочет именно в принципе это такая молодежная история я думаю что поэтому large мне как раз вот например это пальто large мне очень довольно широкая это мне хорошо потому что это видим какой-то какая-то молодежная линейка сейчас мы посмотрим такое но какая-то функция вот все какие пальто были типа длиннее а это не туда-сюда не нравится так значит все полиэстер 75 долларов размер large ничего не вижу какая-то линейка просто написано и чинами нету что это надежно ненадежно в общем наверно догадываюсь что это не считано как-то криво косо все честно говоря вот это действительно как-то вот в отличие от этих пальто вот это как-то даже вот этот пуховик не понравилось в принципе аккуратненько это прежде а это чтобы как-то вы что наваляли наваляли тянет подкладка какая-то чиповая нет все дорогие девушки такие были у нас сегодня примерки я сегодня немножко такая не одета не причесана мира не накрашена растрепанная выскочила из дома на пять минут вот забежала поснимать чтобы вас порадовать развеселить все вам люблю целую всех обнимаю всем привет сердечно из канады увидимся в следующем видео всем пока пока с вами владито байбай